Тогда всех приветствую. И сегодня я буду рассказывать о мире анимации и дизайна без границ. И я буду говорить не так о творческой составляющей, которая больше понятна художникам и дизайнерам, но все-таки поменьше. И хочу затронуть более организационную часть, которая будет понятна и применима для всех, особенно с точки зрения удаленного сотрудничества, потому что сейчас это суперактуальная тема. Кто я и чем я занимаюсь? Я Visual Development Artist, значит, я занимаюсь визуальной разработкой мультфильмов. Моя основная задача — создавать правдоподобные миры, виртуальные миры, естественно, и наполнять их всем, чем нужно наполнять. То есть я начинаю от создания чего-то масштабного, типа лесов, гор, целых городов, но также я должна продумать каждую травинку и каждый кирпичик, каждый камушек, который будут наполнять потом эти миры. В Disney говорят, что художник — это голова производства, он над всеми. В Disney это буквально потому, что верхний этаж их здания принадлежит художникам, но в целом применимо ко всем производствам, и дело не в том, кто главнее, или из-за размера отдела, или из-за количества работы, потому что работы у всех очень много. Дело в том, насколько арт-отдел влияет на все последствующие этапы разработки. Пока мы не сделаем свой объем работы, другим отделам, которые идут от нас, от нашего арт-отдела, просто будет не с чем работать. То есть, по сути, мы занимаемся не просто созданием красивых картинок, мы кормим все отделы работами. Поэтому в нашей очень творческой, очень специфической работе очень важны дедлайны, графики, бюджеты и таблицы. Приведу пример небольшой того, как устроена моя работа. Я получаю задачу от режиссера. К примеру, разработать дизайн отвязного бара посреди пустыни, как у меня было однажды. И перед тем, как режиссер на выходе всего производства получит один такой кадр, я как дизайнер, только как одна небольшая часть пайплайна, должна провести примерно вот такой объем работы. Начинается с того, что я пытаюсь вытащить как можно больше информации из режиссера, о том, как он все видит и представляет у себя в голове. Затем я собираюсь много визуальных ориентиров, различных референсов, для того, чтобы показать режиссеру направление своих творческих мыслей. Далее я должна переработать всю эту информацию в виде каких-то набросок, то есть уйти от реального и создать что-то новое. Этими набросками я утверждаю опять направление у режиссера. И далее я уже создаю полноценный концепт того, то есть превизуализацию того, как все это может выглядеть в итоге. И моя задача на одной такой картинке, не просто сделать ее опять-таки красивой, моя задача ответить на самое большое количество вопросов того, как потом это все реализовывать. А те вопросы, на которые я не могу ответить в одной картинке, так как все-таки это невозможно, я создаю также дополнительные визуальные инструкции. Размер объектов объясняю, их текстуру, их строение, их цвет, если это вывеска, то их шрифт и так далее. Все для того, чтобы у последующих 3D-отделов, которые реализуют мои концепты уже для полноценного мультфильма, не возникало никаких вопросов. Поэтому удаленная работа в таком творческой среде это в первую очередь коммуникация. Для того, чтобы тебя всегда могли понимать различные дела, особенно учитывая тот факт, что зачастую есть кто-то на удаленке, а также мы все работаем из разных стран и говорим, естественно, на разных языках. Справедливости ради отмечу, что карантин не сильно повлиял на среднестатистического художника. Мы как дома сидели, так преимущественно и сидим. Мы в этой среде себя чувствуем очень комфортно и четко понимаем, что и как с этим делать. Но для того, чтобы объяснить основную проблему и сложность удаленной творческой работы, я хочу начать с небольшой такой статистики, объясняющей специфику производства мультфильмов. Если взять среднестатистический полнометражный мультфильм нормального качества, не прям супервысокого, но и не низкого, то его производство занимает от 3 до 5 лет. Если говорить о бюджете, то это от 70 до 200 миллионов долларов. И это, безусловно, сделать очень сложно, потому что, во-первых, задействуется очень много людей, и это люди узких специальностей. Их нужно найти, их нужно организовать, все-таки творческие личности. И перед нами всегда стоит очень много технических вызовов. Для каждого мультфильма у него есть свои проблемы, которые нужно решать. Пишутся новые программы, новые движки, новые виды рендера и так далее. Очень много технических нюансов, поэтому технический отдел на таком производстве, творчеством, он огромный, с количеством программистов, теоретиков, очень много людей, которые изучают математику и, в общем, всякие умные штуки. В итоге, для того, чтобы получился творческий продукт, творческий коллектив должен уметь работать с не творческими штуками, а как рамки, рамки сроков и рамки бюджета. Вот здесь мы переходим к той самой основной сложности, и она заключается в том, что первые 70% времени всего производства, то есть из четырех лет это почти три года, вопросов на производстве гораздо больше, чем ответов. Большая часть времени уходит на формирование истории и визуального концепта, который будет помогать зрителю доносить эту историю визуально. Мы разрабатываем поиск визуальных и технических решений, и лишь остальные 30% в последний год проходят в мыле, когда ты просто как конвейер штамп, точнее, все производство как конвейер штампуют готовые кадры. И эти 70% времени, когда очень много вопросов, они не просто касаются дизайна, и опять-таки, как нарисовать, как красиво что-то сделать. 70% времени уходит на то, чтобы грамотно продумать то, как последующий конвейер будет устроен, в каком порядке что будет происходить, сколько времени на какой из этапов есть, как организовать коммуникацию между отделами. Потому что каждый проект требует уникального пайплайна. И даже когда смотришь на мультфильмы в предположенном студии Дисней, которые в целом между собой похожи, у каждого из этих проектов всегда есть свой уникальный пайплайн. Потому что там всегда есть уникальные проблемы. Поэтому проблема номер один в таком творческом производстве заключается в том, что преимущественно задача ставится на неизвестный результат. Иногда режиссер, конечно, имеет очень четкое видение, чего он хочет получить в итоге, но и вам даже могут дать не просто словесное описание, а какие-то визуальные референсы. Иногда даже может режиссер какой-то набросок сделать. Но чаще всего задача звучит очень абстрактно и выглядит это как, к примеру, нам в кадре нужны красивые крутые горы. Удиви меня. И вот эта вот реакция, которая возникает практически на каждой выдаче задачи, потому что ты понимаешь, что есть миллион типов гор, есть миллион способов показать их крутыми и красивыми в кадре, но ты не имеешь никакого понятия, какой из этих миллионов выборов выбрать. И порой это приводит к тому, что ни один из предложенных вариантов не совпадает с видением режиссера, потому что он еще не сформировал свое видение. И он, знаете, поймет, когда увидит. Поэтому моя задача предлагать как можно больше вариантов, которые будут отсеиваться. То есть, по сути, это совершение неких, казалось бы, ошибок, предложений не того, чего надо, но именно вот эти вот ошибки и неправильные опции помогают режиссеру от них оттолкнуться и понять, в каком направлении проект должен двигаться. Проблема номер два, она не имеет ничего общего с творческим вдохновением, потому что профессионалы должны уметь работать по часам. Безусловно, есть, я думаю, многие сталкивались с более, у нас, рисовательные и менее рисовательные дни, но в контракте четко прописано 8-часовой рабочий день, поэтому нужно уметь это делать. В первую очередь, мы не художники, мы дизайнеры, и наша основная задача не нарисовать, а спроектировать, придумать некий концепт, который будет решать некую проблему производства. Вот простой пример простой проблемы производственной. В фильме Адвомэн анимировать движение волос под белой было очень дорого. Это проблема. Дизайнеры предложили очень простое и действенное решение затянуть волосы всем персонажам, кроме главных героев, очень тугие прически, как видно на нижних картинках, для того, чтобы не анимировать их. Таким образом, они сэкономили огромное количество денег на производстве. Это простое, но очень работающее решение. Иногда задачи бывают гораздо более сложными. К примеру, в мультфильме Тролли 2, который недавно вышел онлайн, задача, точнее, проблема, стояла в том, как показать мокрых персонажей в мире, где, собственно, воды не существует, потому что весь мир состоит из фетра и войлока. И решение к художнику Абнер Геллеру пришло довольно блестящее. Он буквально использовал блестки и вот эту мишуру от наших новогодних дождиков для того, чтобы сымитировать воду, капли и мокрость. И это отличный пример очень нестандартной проблемы, и каждое производство, оно полностью состоит из вот таких нестандартных проблем. И это вот та самая проблема, сколько дать времени дизайнеру на ее решение. Никто этого не знает. Идея и порой очень сложное техническое решение может родиться буквально за минуты, а иногда команда дизайнеров что-то очень, казалось бы, очевидное будет решать не один месяц. И вот эта неоднозначность и непредсказуемость того, как быстро найдется решение техническое создает проблему всегда в расписании, потому что если дизайнер вовремя не сдаст работу, для следующего отдела просто не будет этой работы и производство встанет, а время, вы знаете, это деньги. И третья проблема, которая немножко отличается от предыдущих двух, так как предыдущие две в принципе не сильно зависели от удаленной либо офисного типа работы, конкретно эта проблема связана исключительно с твоей удаленностью от производства, удаленностью от коллектива, потому что крайне сложно следить за тем, что происходит на производстве, когда ты не там, когда у тебя нет перерыва на чай и сплетни с коллегами, когда ты можешь буквально заглянуть кому-то за спину и посмотреть, кто над чем работает. Понимание общей картины на таком масштабном производстве, как полнометражный анимационное кино, а также соблюдение общего некого визуального концепта, который разрабатывается в процессе, это основа хорошей, понятной и привлекательной визуальной истории, потому что когда мы создаем дизайны, предлагая различные интересные решения режиссеру, в итоге мы должны сформировать не просто красивую и интересную картинку, мы должны разработать один понятный визуальный язык, на котором весь наш фильм будет написан, и это буквальный язык, в котором есть свой лфавит, есть свои правила пунктуации, и все как в обычном разговорном языке. К примеру, для мультфильма «Дома» от студии DreamWorks, это пример концерта арт-дирекшна от имени Митива, здесь четко показано, как разная раса разных миров были присвоены свои визуальные свойства. Каждый мир и раса имел свою геометрическую фигуру и свой доминирующий цвет. Таким образом, когда зритель, будь он маленький либо взрослый, смотрит фильм, он понимает, что там происходит. Даже если он отвлекся от нити разговора и диалога, он все равно будет хорошо в нем в фильме ориентироваться. То же самое было разработано для мультфильма Коко в студии Pixar, где каждому миру, миру живых и миру мертвых, был присвоен свой визуальный язык. Реальный мир был показан теплыми цветами, формы были довольно приземистые и простые. Если говорить про загробный мир, то там доминировали холодные цвета и были в целом довольно сложные и возвышенные вертикальные формы и фигуры. Или, к примеру, еще более простой пример, когда мир буквально один, это Штаты, в мультфильме головоломка студии Pixar. И важно было показать зрителю, точнее найти решение проблемы того, как показать зрителю, что главный герой в Миннесоте до переезда чувствовал себя комфортно, а после переезда в Сан-Франциско начал чувствовать себя дискомфортно. Поэтому было принято решение сыграть на контрасте горизонтальных и вертикальных линий, теплых, насыщенных и холодных обесцвеченных цветов, а также открытого свободного пространства с закрытым и захламленным визуальным мусором. Я в целом человек-удаленка, и за почти 9 лет профессиональной жизни я проработала в офисе порядка 9 дней. Это были по одному-двое дня на разных производствах. И даже когда я работала на украинском производстве, буквально офис находился со мной на одной улице, я все равно работала из дома. Это то, что свойство мне, мне так комфортно. И имея такой опыт, работая с разными странами, разными уровнями производства, у меня появились три основных кейса, которые я хочу рассмотреть и прокомментировать. Когда работала на украинском производстве, мне был 21 год, это был мой первый большой проект, и в целом это стал первым выпущенным 3D-мод-фильм в Украине. Это был потрясающий опыт, на котором я провела два года своей жизни, начиная практически с первого до последнего дня производства. И мне очень повезло, что режиссеры и директоры мне всегда доверяли, поэтому они не старались меня сильно контролировать. Учитывая факт того, что ни у кого на всем производстве не было опыта работы на полнометражном анимационном фильме, все были совершенно из разных сфер, многие задачи сейчас я понимаю, что ставили слишком свободно, потому что мы буквально не знали, как их ставить, мы учились в процессе. И все это приводило к тому, что иногда, наверное, зачастую ты делаешь одно, а на самом деле производство нуждалось в другом, либо тебя просили о другом, но ты неправильно помнил. Также, несмотря на общий сервер с обменом файлов, который позволял зайти и посмотреть, кто над чем работает, а также на регулярное общение не только онлайн, но и на постоянные мои приходы в офис один-два раза в неделю, я сейчас понимаю, что у меня все равно не было общего понимания картины, и, соответственно, я не помогла сформировать тот общий визуальный концепт, который станет единым визуальным языком в коммуникации со зрителем. И это были проблемы этого производства. Следующий мой опыт был очень противоположный. Производство было не два года, а всего два месяца, так как это было неполноценное производство Апич проекта. И хочу отметить, что компания-организатор, которая нас собрала, Double Negative, она входит в топ-3 компании во всем мире по спецэффектам и обработке. То есть у них работа отложена как часовой механизм. Там все очень четко, все очень по правилам, есть куча нюансов, которые нужно соблюдать. Несмотря на то, что офис был в Лондоне, я была в Киеве, задачи выдавались каждый день. Они были небольшими, то есть ровно, чтобы тебе хватало на один рабочий день. Каждый день у меня было два созвона по Skype и по сорт-директорам. И там всегда присутствовали менеджеры, которые записывали наш разговор. И после выслали краткое содержание на e-mail, чтобы никто ничего не потерял, особенно, что касается фидбэка. А значит, каждый день минимум один раз нужно было отчитываться о прогрессе. Также от меня ожидали, что работа будет сделана очень определенным образом, который не всегда соответствовал моему привычному образу работы. К примеру, если я привыкла рисовать, предположим, от заднего плана, то здесь принципиально было, чтобы я это делала от переднего плана, даже если это не влияло на сроки. Или если я перед сдачей ПСД-исходника слои переименовываю в самом конце работы, то здесь заставляли это делать все время по ходу работы, для того, чтобы не было конфликтов, что у меня русский фотошоп, а у кого-то английский. Такие, казалось бы, мелочи очень сильно отвлекали, тратили мою энергию на ненужные вещи. Однако, стоит отметить, что благодаря постоянной такой коммуникации, постоянному контролю, а также отчетам менеджеров о разговоре с другими художниками, которые в копии письма все стояли, я также получала на e-mail, а также регулярным просмотром того, кто на чем работает и выслушиванием, скажем так, мнения режиссера, у меня складывалось суперчеткое понимание того, что происходит на производстве, и несмотря на эту удаленность от всего производства в Англии, я чувствовала себя частью коллектива, и я понимала четко, в чем производство сейчас нуждается. И третий мой опыт это нынешняя компания, где я работаю, работаю я два года и неделю, смело могу сказать, что на данный момент это мой самый лучший опыт, преимущественно благодаря тому, как грамотно организовано производство. Несмотря на то, что заказчик и режиссер находятся в Китае, всех арт-лидов, всех супервайзеров по всем основным отделам, таких как анимация, освещение, моделинг, арт-директор и так далее, все были привлечены из Штатов. Почему это важно? Потому что именно в Штатах наиболее развитый рынок анимации, и все супервайзеры, которые на нашем проекте имеют большой опыт в состоявшихся крупных студиях, которые создавали Шреков, Мадагаскар, мультфильмы и так далее, и они имеют очень четкое понимание не просто того, как организован производственный процесс, но и как адаптировать его под наши уникальные проблемы и будем откровенны под наш гораздо более скромный бюджет, нежели, например, в Дисней. В итоге задача выстается очень грамотно и даже если это очень что-то абстрактное, на абстрактный результат и звучит как удивление, я лично четко понимаю направление и рамки допустимого удивления. Всегда ясно, есть ли место и время для неких творческих экспериментов или от меня требуют очень быстрое, эффектное, пусть и не самое креативное решение задачи. Также мне очень много доверяют, у меня есть много творческой свободы, что позволяет мне как творческой единице реализовываться и чувствовать себя комфортно, но когда мои творческие эксперименты заводят нас куда-то не туда, арт-директор всегда вовремя вмешивается, очень лояльно говорит стоп и направляет тебя в конкретное русло. Благодаря этому не теряется время. Также благодаря общей файловой системе и еженедельным созвонам, но не в присутствии менеджера, а просто неформальному общению о том, как провели выходные, как дела, кстати, что происходит на производстве. Я всегда в курсе того, что происходит в любой точке мира, так как все наши художники находятся в разных странах, и все это беспроблемное общение, беспроблемная коммуникация происходит не только несмотря на разные языки общения, но и также несмотря на десятичасовую разницу во времени и, соответственно, преимущественно именно письменное, а не вербальное общение. В итоге, как эти разные уровни контроля и разные уровни понимания общей картины складывались на результат. В первом проекте я, как единица производства, считаю, не смогла выдержать стилистическую целостность. Много раз я тратила производственное время, соответственно, деньги, не совсем на то, что от меня требовали. Во втором проекте я делала исключительно только то и только так, как от меня требовали, а в итоге я знаю, что я могла бы предложить больше, но у меня не было такой возможности. Хотя на самом деле, когда нанимают художника, его нанимают за его особое видение для того, чтобы он как-то наполнил проект. И в третьем моем опыте я не только решаю те самые поставленные задачи в нужный срок, но и у меня есть возможность предложить какие-то новые идеи, новые интересные решения, о которых режиссер мог даже не задумываться, которые зачастую помогают развить и сделать и выполнить проект нечто свежим и новым. Поэтому, учитывая все вышеперечисленные проблемы, а также мой опыт и в целом проблемы производства и удаленного формата, хочу выделить несколько успешных решений, которые работают и которые могут быть применимы не только для дизайнеров, не только в творческом коллективе, но и в целом к абсолютно любым другим отделом. В любом случае, хорошая поставленная удаленная работа, она, безусловно, важно понимать, зависит не только от производства и не только от исполнителя. Это коллективная работа, это командная игра, как вы договорить. Первое, это самое очевидное, это техническая поддержка в удаленке, она очень важна. Для меня мой базовый набор это всегда Photoshop и Vacom. Я работаю на планшете Vacom Sintiq, он большой, он удобный и позволяет мне работать сидя, стоя, что потрясающе, потому что в сидящей работе очень сложно долго находиться в одном положении. И так как я работаю удаленно и я контрактник, то вот этот первый пункт, он полностью лежит на мне, это моя задача обеспечить себя пакетом Adapt и собственно планшетом. Когда ты едешь работать в компанию, то они это делают для тебя. Далее минимальный пакет коммуникаций. На нашем производстве мы используем Slack, более чем хватает, и естественно мы используем постаренький Skype, иногда используем Zoom. И третье, это обмен файлов, обмен информации о производстве. Мы используем Google Drive, и для нас это, наверное, лучшее решение, потому что в Google Drive есть прекрасная поисковая система, когда все художники по-своему как-то обзывают файлы, не всегда запихивают в нужные папки по ключевому слову, которые происходят очень быстро, он прям очень выручает для того, чтобы найти нужные файлы. Ну и естественно для всяких учетов, таблиц, сроков, приоритетности бюджетов, всегда мы используем Google Документы и Google Таблицы. Далее на производстве очень важна арт-координация. Нужен кто-то, кто будет ответственный за то, чтобы управлять этим Google Диском, потому что очень быстро он перевращается в хаотический набор файлов и должна разработаться своя логика, своя система того, какие папки создаются, по какой логике, чтобы каждый художник, каждый менеджер, каждый, не знаю, режиссер, арт-директор и так далее могли быстро найти нужный файл. Поэтому должен кто-то быть, кто будет следить за этой логикой, а также за тем, чтобы файлы были грамотно обузваны. Далее это арт-координатор помогает в обмене файлов между отделами. Зачастую повторюсь, я работаю между штатами и Китаем и с теми с теми у меня много часов разницы во времени и поэтому когда работаю я, все другие не работают, как правило. Но мне нужны арт-координаторы, у которых я могу иногда запросить нужный мне файл, которого просто нет на нашем кугл-диске для того, чтобы этот файл упростил мне работу и хорошо, когда кто-то может это сделать. Также очень важно, я заметила, когда на наших еженедельных неформальных созвонов арт-координатор может поделиться файлами с других отделов для того, чтобы ты увидел прогрессию своей работы. То есть, если я создаю дизайн дома, мне всегда очень приятно увидеть 3D-модель у этого дома или то, как в освещенном кадре стоит этот дом. Я понимаю, что моя работа пошла на пользу проекту и это очень мотивирует к тому, чтобы работать дальше. Ну и производственный график это супер-важная вещь, которая не всегда создает и пурирует менеджер или продюсер или режиссер. Зачастую это работа именно арт-директора, потому что именно он понимает, в какой момент какому исполнителю какую задачу выдать, сколько этой задачи должна заметь времени, сколько времени, сколько раз будет возможность по бюджету возвращать на правки эту работу, в какой момент передать ее нужному отделу для того, чтобы все отделы всегда были загружены работы. И этот производственный график должен регулярно обновляться и адаптироваться, исходя из того, что происходит на производстве. Очень важно то, как тебе выдают задачи. Когда я начинала работу, первые месяц, может, два, я была новичком, и меня гораздо больше курировал арт-директор. Было больше контроля, задачи выдавались исключительно во время созвона, для того, чтобы мы могли обсудить все голосом, есть ли какие-то вопросы и так далее. Когда я втянулась в производство, поняла его стиль, эстетику, видение и нужды режиссера и производства, естественно, вот этого курирования и контроля стало гораздо меньше, потому что мне доверяют, и я способна сама нести ответственность за то, как устроена моя удаленная работа. В целом, у нас с арт-директором сложилась очень простая система. Если задача быстрая, понятная, скажем так, на более конкретный понятный результат, ее достаточно выдать письменно, арт-директор выдает мне в свой вечер, по-моему, это ночь, поэтому, когда я просыпаюсь, мой арт-директор уже спит, но задача у меня есть. Когда задачи более сложные, мы ее проговариваем голосом, даже если это займет две минуты, это очень важно, потому что арт-директор имеет возможность поделиться не только ходом своих мыслей, но и передать мнение режиссера его некие предпочтения либо опасения. К сожалению, я не могу показывать рабочие правила все еще, поэтому, предположим, что это один из них, он выглядит, этот набросок как то, как среднестатистически выглядит выданная мне задача. Именно таким визуальным файлом арт-директор выдает задание. В нем есть несколько визуальных референсов, которые не говорят тебе сделать дизайн, как на референсе. Это объяснение, объяснение направления того, чтобы я могла дальше проводить свой собственный ресерч. есть пару комментариев, очень быстрых, написанных от руки, никакого красивого форматирования, но довольно понятно, чтобы было, о том, что режиссеру нравится в этих примерах, что работает, что не работает принципиально, к примеру. Иногда может быть очень сырой набросок от режиссера либо от директора для того, чтобы опять-таки просто объяснить направление идеи, но ни в коем случае это не готовый дизайн, который я должна просто перерисовать. Имея вот такую визуальную инструкцию, которая составить занимает на 5 минут, предположим, вместо одного длинного абзаца текста гораздо лучше, потому что я всегда четко понимаю направление и четко понимаю, что от меня требует. Также однозначным преимуществом является то, что за меня никто не делает сбор информации. Если бы мне присылали папку референсов, для меня это было бы что-то, что меня сколывает и что-то, что меня скорее смущает, потому что благодаря тому, что мне дают возможность самой провести этот ресерч, я могу сама погрузиться в тему, разобраться в ней и предложить действенное решение. Важно во время таких вербальных обсуждений делать записи и даже, когда присутствует менеджер, много раз важнее переписывать потом эти записи более структурно, потому что во время разговора мы часто скачем с темы на темы, есть много противоречивых вещей, либо повторяющихся. Когда я переписываю свои замерки, это как когда высыпаешь пазлы из коробки, отделяешь боковушки, центральные и сортирующие по цветовым группам. Это очень помогает четче сформулировать в своей голове понимание того, чего от тебя хотят. Также визуальная фиксация она очень сильно упрощает коммуникацию. Вне зависимости от того, художники вы или не художники, слова забыть и прослушать гораздо проще, чем развидеть некое изображение. Помимо выдавания визуальных задач, на каждом производстве есть различные таблицы, есть схемы, где можно при помощи цвета, при помощи форматирования текста разделить его на категории и показать разную срочность исполнения. К примеру, к работе с текстом такие тексты все игнорируют, потому что глазу в них не на чем зацепиться. Если сделать грамотную иерархию, структурировать текст, чтобы каждый понимал группы логические, чтобы глазу было за что зацепиться, такие тексты гораздо легче читать, и они в памяти застревают, но дольше времени, и мы буквально вспоминаем, как оно написано, и это позволяет тоже условно контролировать то, что происходит. По аналогичному принципу мы передаем визуальные инструкции того, как реализовать какой-то из наших дизайн-концептов в 3D. Это пример из одного моего проекта, где вы видите визуальную инструкцию, в ней есть и картинки, и тексты, и таблички, и тем не менее все очень четко структурировано, есть логика размера, цвета, шрифта, для того, чтобы была четко объяснена иерархия информации и что к чему относится. Также никто в таких визуальных заметках и фидбэках не отменял юмор. В Disney, к примеру, чтобы скрасить фидбэк, взять его эмоциональнее, используют различные шутки для того, чтобы опять-таки визуально зафиксировать в голове у исполнителя тот или иной фидбэк. Теперь об удаленной работе с точки зрения сотрудника. Думаю, важно сразу признать, что в целом удаленная работа подходит не всем. Кто-то остро нуждается в общении с коллективом, кому-то важно выходить из дома. В любом случае, самое важное в удаленной работе это грамотно уметь разделять ее от дома. Когда пространство позволяет создать рабочий офис в другом помещении, это здорово, но, к сожалению, далеко не всегда возможно. Поэтому разделяйте дом и работу не пространства, а времени. Вначале будет тяжело, но со временем организм привыкнет к новому расписанию. Когда вы едете на работу в офис либо с него, у вас есть некий ритуал сесть в транспорт и доехать. Это позволяет приготовить себя к работе. И дома нужен аналогичный ритуал. Можно заниматься спортом, посидеть в чашке чая в соцсетях, почитать новости, можно посмотреть серию сериала. Со временем вы выработаете рефлекс, что после такого ритуала ваш мозг будет автоматически переключаться в рабочее время, в рабочий режим. И то же самое вечером. Не спешите после работы сразу переходить к домашним обязанностям. Дайте мозгу время, расслабиться. То же самое. Сделайте перерыв. Пойдите на прогулку, посидите в соцсетях, сделайте что угодно для того, чтобы просто переключить свое внимание без болезненных потерь. Далее, когда вы работаете дома и кто-то дома еще есть, важно выставить рамки допустимого, потому что зачастую, когда вы дома, значит, вас можно трогать, вас можно отвлекать, с вами можно говорить и так далее. Здесь нужно выстраивать четкие границы, когда можно и нельзя отвлекать. Есть много различных способов. Мне понравилась идея одного из художников, моего коллеги с американской студии, который теперь из-за карантина вынужден работать дома с двумя детьми, которые не готовы принимать его отказы, поэтому было все переведено в игровой формат, когда детям выдаются купоны на общение с отцом, и эти купоны можно, собственно, использовать ограниченное количество в день, при условии, что не висит красного знака внутри, который запрещает в данный момент. Очень простая система, дети понимают, им нравится, к сожалению, с домашними животными я такую штуку не придумала, поэтому если моя собака меня отвлекает, приходится отвлекаться. Также, это мое субъективное, но в целом нужны какие-то списки, нужны какие-то таблицы для того, чтобы всегда перед глазами видеть, что сейчас происходит и какова приоритетность в выполнении задач. Особенно это актуально, когда вы работаете не на одной работе, и когда есть несколько мессенджеров, несколько разных таблиц, и всегда возникает страх что-то где-то упустить. Создайте что-то единичное, я использую обычно в клеточку, для того, чтобы просто не паниковать и не думать, что ты куда-то опаздываешь, и ты что-то не успеваешь. Последний в списке, но не по значению, это пункт об отдыхе. Работа удаленно, вы в любой момент можете сделать перерыв, и это прекрасно. Переключение мозга с одной задачей на другую стимулирует его работу. Я могу в любой момент практически пойти поиграть с собакой, сходить на прогулку, могу отвлечься на какие-то соцсети. В целом, я делаю порядка пяти-семи мини-перерывов на протяжении всего рабочего дня. Я их делаю рандомно в любое удобное мне время. И я заметила, что когда позволяю себе это делать, когда не думаю о том, что, блин, я халявлю на работе, у меня в целом потом не возникает желания схалявить работу, потому что к рабочим задачам я могу вернуться более сосредоточенной. Ну и в целом, для сидящей работы очень важны перерывы для того, чтобы разогнать кровь по организму. И отчетность. Это вопрос о доверии. Доверие к тебе как к сотруднику и твоему доверию к производству. Я заметила, что нужно не спешить отчитываться. В 80% случаях лично я сдаю работу в тот же день, в конце рабочего дня, когда я получила эту задачу. Это мое собственное решение, потому что, как правило, эти задачи им достаточно одного дня на решение. Но в один момент на студию нас ввели ежедневные созвоны, где мы могли якобы задавать вопросы, показывать работу в процессе. Это должно было улучшить коммуникацию. Однако моя производительность упала вдвоем, как и качество работы, потому что мысль о том, что каждый день от меня что-то требует и меня как бы проверяет, очень угнетала, напрягала и стопорила. Буквально вот ступор был. И такую же проблему испытывали все другие художники нашего коллектива и со временем эти созвоны отменили, потому что стало очевидно, что если ты доверяешь исполнителю решать задачи, нужно доверять ему определять количество времени, необходимое на это решение. За исключением, конечно же, начинающих, либо тех, кто только появился на производстве. Им вначале нужно немножечко больше внимания. Это не контроль, это именно арт-дирекшн, это именно курирование для того, чтобы просто объяснить им идею. Время закончилось, меня больше не транслируют, или я могу договорить два слайда еще? Окей. Собственно, несмотря на то, что в моем контракте четко прописан 8-часовой рабочий день, я понимаю, что въехав в стилистику, поработав на производстве некоторое время, понимая его нужды, зачастую я задачи решаю гораздо быстрее, и мой рабочий день сокращается до 5-6 часов. И это мой плюс, производство от этого не страдает, соответственно, я могу распространяться своим свободным временем. То же самое, если я, наоборот, затянула с решением задачи, то это под мою ответственность работать в этот день дольше, если таково расписание производства для того, чтобы его не подвести. Так вот, работая 9 лет удаленно, поучаствовав в нескольких масштабных производствах, как в Украине, так и за рубежом, я убедилась, что абсолютно не важно, где и откуда ты работаешь. У таких профессий, как наша, у них совершенно нет никаких границ. Если производство грамотно организовано, то вне зависимости от офисного либо удаленного формата оно будет работать как отлаженный механизм. Все дело в том, насколько тебе и ты сам доверяешь. И, конечно, важно всегда понимать специфику производства и адаптировать каждый производственный процесс под решение уникальных задач. Все. Спасибо. Тори, спасибо большое за ваше время. Было очень интересно. Коллеги, возможно, есть вопросы, можно быстренько написать в чат и мы переходим к следующему спикеру. Хорошо. Вопросы в наш чат пишут в зуме или... В наш чат напишут, если есть. Видимо, у матросов нет вопросов. Хорошо, Тори, тогда мы вас отпускаем. Я думаю, если возникнут вопросы, обязательно свяжемся на локации. Хорошо? Всем хорошего до хорошей тусовки. Прекрасной. Спасибо. Присоединяйтесь и вы. До свидания. До свидания.